Вопросы для коллег. Ну, то есть, как так подать заявку, чтобы максимально соответствовать тем параметрам экспертизы, которые осуществляются и на основе которой затем принимаются решения. Ну, с кем я не знакома, меня зовут Мчедла Марина Михайловна, я заведую кафедрой сравнительной политологии и одновременно очень длительное время являюсь экспертом РНФ, экспертом высокого уровня в Российском фонде фундаментальных исплендований, в РАН, и являюсь председателем экспертной комиссии по всем гуманитарным специальностям, по мегагрантам, вот по 220 приказу. То есть, как бы опыт экспертиз, начиная от, когда экспертируются заявки, проходит экспертиза заявок, и заканчивая, когда принимаются решения уже в спорных ситуациях, ну, вот на основе его я, наверное, могу попытаться ответить на ваши вопросы, хотя мне кажется, что вот многие позиции мы все хорошо знаем. Вот, поскольку сейчас, вы знаете, произошло слияние двух фондов, согласно положению правительства, произошло слияние двух фондов, это Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, который подставило, конечно, под сомнением планы очень многих из нас, то сначала позвольте вот очень маленько поделиться теми трудностями, ограничениями и возможностями, которые сейчас возникли. Какие произошли изменения вот в 2021 году по сравнению с тем, что было с РФФИ? Ну, во-первых, это, так, я бы разделила на стратегические и на тактические моменты. Прежде всего, произошло снижение общества объема финансирования, которые выделялись на грантовую поддержку через фонды от 6-7 миллиардов рублей до 2,5 миллиардов рублей в год. Конечно, это ведет к тому, что произойдет снижение численности заявок, количество поддержанных заявок и, конечно, произойдет консолидация ресурсов в определенных областях. Второй момент – это то, что мы потеряли и то, что было в РФФИ, и сейчас нет никакой информации, что будет с целевыми конкурсами. По целевыми конкурсами я имею в виду такие конкурсы, ну, мы все-таки у нас с вами гуманитарии сегодня собрались, мы все как бы переживаем именно за них. Целевые конкурсы такие, как были, например, посвященные годовщине образования или развала Советского Союза, конкурс Палестина, конкурс общественно-политических проектов, конкурс теологии, конкурс на поддержку, экспансия, конкурс поддержки молодых аспирантов и так далее. Вот полное отсутствие информации или там конкурс на поддержку на издание научно-исследователь научных трудов. Вот никакой нет к информации, пока даже еще неизвестно, будут ли продолжаться такие целевые конкурсы, будут ли они объявляться, что будет дальше, пока неизвестно, пока даже не произошло согласование позиций между РФФИ и новым, единственным оператором РНФ. Следующий вопрос стратегически возникает, это каковы перспективы у гуманитарных и социальных наук. Ну, даже в недавнем прошлом, когда существовало РФФИ и когда РНФ только начинал входить в ранг оператора, у гуманитарных наук тоже было не очень много возможностей. Однако, если смотреть по победителям конкурсов, все-таки и социологи, и политологи, и философы выигрывали в конкурсах на конкурс малых групп и даже в конкурсах на создание лабораторий, таких более широкомасштабных. Однако, вот эти широкомасштабные конкурсы на создание лаборатории мирового уровня, ну, например, Институт социологии побеждал в этом. Сейчас, и даже было такое, как вам сказать, негласное квотирование, что 2-3 заявки, в общем-то, оставляли для гуманитариев. Вот год назад даже этот негласный договор был нарушен, а сейчас вот достаточно сложно сказать от перспективы гуманитарного знания, гуманитарных наук, даже глядя на состав экспертного совета фонда, в котором, как мне кажется, сейчас всего два гуманитария. Один – это заместитель директора Института Африки, благодаря чему есть определенные успехи именно у представителей этого направления, и второй, по-моему, экономист. Все остальные представители, в общем-то, точных дисциплин различных, и это, конечно, ставит вопрос о предпочтениях. Хотя, конечно, нас убеждают о том, что ни в коей мере интересы социально-гуманитарных наук не будут поколеблены или ущемлены, именно исходя из востребованности гуманитарного знания сегодня, от того, что верховная власть все время апеллирует к гуманитарному знанию, ну и вообще приходит осознание того, что без гуманитарного знания достаточно сложно что-то сделать. И следующий момент, такой стратегический, это вопрос об экспертных советах, экспертизе, процедуре принятия решений. Раньше экспертный совет РФФИ, экспертный совет РНФ – это были совершенно различные. И в РФФИ, как вы все знаете, был большой экспертный совет по гуманитарным знаниям, и на каждый целевой конкурс специальный экспертный совет составался, а экспертиза была достаточно многоступенчатой. То есть сначала первичная экспертиза двумя экспертами, затем это все поступает в экспертный совет данного бедового конкурса, затем уже бюро экспертного совета принимает решение и выносится на бюро РФФИ. Как будет проходить? И, соответственно, пул экспертов был очень квалифицированный, был в РФФИ по различным областям знания, по различным областям внутри тех или иных наук. И был пул экспертов в РНФ, и не всегда они пересекались, и даже, так скажем, вообще совсем, ну, они не пересекались, и экспертиза, она немножко на разных принципах основана. И экспертные советы в РНФ были совсем другие, и структурируется там экспертиза по-другому. Вопрос, как сейчас это будет сделано, произойдет ли объединение экспертных советов, произойдет ли объединение пулов экспертов автоматически, будут ли продолжаться конкурсы, которые сейчас были победителями РФФИ, и которые будут продолжаться в течение года-двух, все обязательства по финансированию которых взял на себя РНФ, будут ли они подвергаться экспертизе экспертами РФФИ по тем правилам, которые были в начале, либо эти правила будут изменены. К сожалению, сейчас четкого ответа никто дать не может, а принимая во внимание, что РНФ и РФФИ это даже две институции с совершенно разным статусом, одна государственная, вторая общественная, и процедура слияния, она будет очень длительна. То есть сказать точно, что будет, ну вот, боюсь, вам никто не ответит, даже сам Хлунов, ну даже председатель РНФ, и единственное, на что остается надеяться, это, конечно, на здравый смысл и на вот такой режим благоприятствия по отношению к уже поданным проектам. А тот конкурс, который открыт в этом году, конкурс А, который перенесет в РНФ, он уже будет оцениваться только по тем правилам, которые предлагает РНФ. И вот в чем отличие правил, которые предлагает РНФ, которые отличаются от РФФИ. Ну, во-первых, если раньше была возможность одному человеку принимать, то здесь эти все возможности исключены, даже конкурс А, это мог быть только научные коллективы от двух до четырех человек. Раньше на РФФИ мы могли, это мог быть не только один человек, но и коллектив 5-7, даже до 10 ученых, как мы с вами знаем. Сейчас 2-4 человека. Срок. Раньше срок мог быть до трех лет. Сейчас можно просить только на два года грант. Финансирование. Финансирование в зависимости от конкурса, вы знаете, там были большие гранты, можно было просить аж до трех миллионов по определенным целевым конкурсам, но 2-3 миллиона, это 2 миллиона, это было нормально попросить на большой грант. Сейчас финансирование редуцировано максимум до полутора миллиона в год с уточнением, что если будет нехватка средств, всегда может быть пересмотрена сторона уменьшения. Далее, если гранты РФФИ все были, они были освобождены от налогообложения, то в РНФ, естественно, все эти деньги, те, которые идут на заработную плату, на вознаграждение участников, они все облагаются необходимыми страховыми взносами во все пенсионные фонды, во все страховые фонды, на больничные и так далее, от несчастных случаев. И вы знаете, что на это уходит достаточно, если это штатный сотрудник, практически до 30%. Очень высокий входной билет для руководителя. Если раньше руководитель в РФФИ мог даже вообще не иметь ни скопуса, ни вебовсайз, это было как бы желательно, но это было совершенно необязательно. Главное, чтобы человек был специалист или главное, чтобы человек был известен в той или иной области науки, на которую он претендовал на исследование. Здесь высокий входной билет, невзирая ни на что, это за пять лет пять публикаций в базах данных скопусах и вебовсайз. И даже предложение академика Тишкова включить сюда РРСИ для гуманитарного знания, пока повисло в воздухе, сейчас пока требует только пять скопусов или вебовсайз за пять лет. Дальше, ограничения для руководителей и исполнителей проекта. В РФФИ одно время такое существовало тоже, но сейчас это убрали. То есть руководитель поддержанного проекта имеет право руководить только еще одним проектом в РНФ, только при условии, что это международный грант, то есть сотрудничестве с иностранной организацией. То есть, если такого гранта нет, то он имеет право руководить только одним проектом и имеет право быть исполнителем еще в одном проекте. Все. Исполнители имеют право быть только в двух проектах. При малейшем выявлении нарушений заявка отклоняется, все расторгается, и на три года все лишаются права быть кто руководителем, кто исполнителем и так далее. Кроме того, заявка, которая в РФФИ подавалась, ну, все же подавали в РФФИ заявки, они не были такими сложными этими формами, и на английском языке надо было сделать маленькую форму, это название, аннотация, ключевые-ключевые слова, по-моему, все. Это был минимум. Здесь же половина заявки, там, в формах специально оговаривали, надо еще то же самое перевести на английский язык. Ну и последнее, это то, что вот тактически изменилось, что все участники грант должны состоять в трудовых отношениях на весь срок реализации проектов, в трудовых отношениях с той организацией, через которую идет финансирование. Сейчас, ну, вот в РФФИ мы могли составить коллектив исполнителей, в который могли бы быть включены коллеги из других университетов, из других академических учреждений, и это не требовало вступать с ними в трудовые отношения. Сейчас это требование необходимое. Вот это то, что стратегически и тактически изменилось, если сейчас подавать на конкурс А, а конкурс А мы можем подать до 15 июня включительно. Условия заявки. Что изменилось в условиях заявки, которые с необходимостью надо соблюсти? Ну, во-первых, я уже сказала, что руководитель должен иметь 5 статей, он должен иметь определенный статус, очень высокий статус, ограничения, про которых я уже сказала, всего одним грантом руководить или еще одним с иностранцами и быть исполнителем еще в одном. Для исполнителях точно так же все нарушения касаются расстрелом, ну, или лишением всех прав на 3 года. Далее, руководитель не может быть в административном подчинении у своего исполнителя, если он является руководителем организации. Та же самая ситуация была и в РФФИ, такое же правило, и, честно говоря, на моей памяти, ну, наверное, процентов 10 заявок отклонялось именно по этому показателю. Почему-то люди не прочитывали и включали, например, проректор или заведующего кафедры в исполнителем проекта, руководителем которого был, например, профессор. Следующий момент, это я тоже уже про него сказала, и в условиях заявки сейчас это четко прописано на конкурса, это обязательные трудовые отношения. Там могут быть на 0,1 ставки, могут быть какой-то трудовой ГПХ, но в любом случае трудовые отношения должны быть зафиксированы. Следующее требование, которое не было в РФФИ, а в РНФ и в конкурсе А сейчас является обязательным. Это то, что в состав коллектива 50% коллектива должны составлять молодые ученые до 39 лет, и чтобы эта пропорция сохранялась на весь срок реализации гранта. И вопрос о распределении заработной платы. 35% от всей суммы причитающегося денег на заработную плату, ну, на вознаграждение участников коллектива, должна приходиться на молодых ученых. То есть, если мы берем коллектив, который состоит из двух человек, да, то есть один из них должен быть руководителем умным, да, второй должен быть молодым ученым до 39 лет, и, соответственно, если они выделяют заработную плату миллион, то 35%, 350 тысяч от этой суммы должны уйти минимум, это минимум, ну, в смысле, не менее, минимум должно уйти молодым ученым. Если, соответственно, 4 человека, то вот и считайте дальше, сколько должно быть молодых, то есть должно быть 2 молодых, и, соответственно, также сумма должна делиться вот на молодых ученых. Это обязательное требование, это жестко отслеживается. Нарушение этого требования грозит всяческими санкциями, отказом, отзывом денег и так далее. Дальше. Если в РФФИ мы сами могли себе определить желаемые результаты конкретным выражением, и очень часто люди ставили, вот, например, у меня очень много заявок проходило, люди ставят, например, две статьи опубликовать, ну, неважно где, или опубликовать, там, четыре пары тезисов, ну, четыре тезисы, четверо тезисов, или провести исследование, сделать аналитический доклад и одну статью. И этого вполне хватало, потому, если для этого было обоснование. Здесь такого невозможно. Какую бы вы ни предлагали заявку, результаты должны быть, а, обнародованные, то есть они не могут быть засекречены, нельзя сказать, что это мое авторское право, я не сдам, я не сдам, там, ничего, свою методику, не сдам полученные результаты. Единственное, что можно сделать, это, например, если вы делаете анкету, если вы делаете какой-то гайд, или, может быть, у экономистов есть какие-то свои математические модели, так же, как у политологов, можете оформить как рит, как рит, и тогда вы предоставляете безвозмездное право, как владелец РИДа, РНФ, для того, чтобы опубликовать его. Вот это вот немножечко авторские права охраняет. Обязательно, обязательно должен быть один, хотя бы один очный доклад на конференции со всеми указаниями на грантов и не менее трех статей в скопусе или веб оф сайенс. То есть уже публикации только в АКЕ, только в RSCI, в коллективных монографиях, ну, к сожалению, уже не являются недостаточными. Повторюсь, это обязательное условие. Ну и еще, что изменилось в качестве обязательного условия, ну, я не знаю, это сложнее или не сложнее, может быть, это немножечко нас отбрасывает назад, это то, что заявка должна быть в двух видах, то есть в электронной, подписанной в электронной системе, и, естественно, в печатных формах, распечатанная оттуда, подписанная руководителем организациям и отвезенная в РНФ, и сданная до, там, 23, 59, 15 июня, сданная. Если это не произойдет, то, к сожалению, и заявка отклоняется, не рассматривается. Есть единственный вариант подать заявку только в электронном виде, это когда между РНФ и организацией, и нашей, ну, например, УДНом или другой организацией существует соглашение о признании простой электронной подписи с организацией. Тогда, возможно, подача только в одном электронном виде, а в печатном варианте уже потом, если заявка победила, оформляются договоры соглашения. Часто очень спрашивают, и я специально вот вытащила это, это вопрос о финансировании, как, прежде чем вот перейти к содержанию, вопрос о том, как заполнить смету. Если РФФИ, смета там была, ну, если вы помните, такая большая, такая красивая страничка, и смету мы так очень приблизительно делали, что идет на вознаграждение, может быть, кому-то нужен был компьютер, может быть, кому-то нужны были командировки, кому-то нужны были полевые исследования, или там для поездки в архивы, или купить программу для мониторинга соцсетей, ну, или еще какие-то, мы с вами сами заполняли эти графы, и так достаточно приблизительно, исходя из здравого смысла. Ну, если, например, там две командировки, два человека должны поехать в командировку, представить доклад, ну, куда-нибудь в Ленинград, да, мы там могли, это где-то получалось, ну, в районе, наверное, 20-25 тысяч на человека, и это было нормально, по которому можно было все отчитаться. Если мы хотели издать книгу, книга, ну, где-то 150 тысяч, это тоже можно было бы занести, это тоже понятно на грантах. И при этом все эти деньги мы имели право с вами, затем имеем право перераспределять между различными статьями. Например, если у вас записана очная конференция в РФФИ, вы можете, и понятно, что сейчас ковид, эти деньги можно перенести на личное потребление или там, например, на покупку компьютера. Все, что попадает в пункт 7.4. Вот этот пункт 7.4. То есть достаточно большая свобода действий, и плюс с тех денег, с этих денег не снимался ни одного рубля налогов. То есть нам тысяч, например, 2 миллиона мы получаем грант, 10 процентов отдаем РУДНу, тысяча и миллион восемьсот – это полностью наши деньги. То есть с них ничего не снималось. Здесь же происходит немного другая ситуация, может быть, гораздо более для нас возвращающая в прошлые времена, и, конечно, более такая суровая для исполнителей грантов. Ну, во-первых, заработная плата, которую мы распределяем, или вознаграждение лиц, членов научного коллектива, при этом они делятся на два, это те, которые используют, но мы можем туда еще вознаграждение лиц занести, если это не научные сотрудники, а те, которые, как бы вспомогательный персонал, лаборанты, бухгалтеры, планово-финансовый отдел, ну, кому что нужно. И вот эти деньги, они, например, миллион рублей, этот миллион рублей входит точно, это не весь миллион рублей идет на заработную плату, а, как вам известно, там около 30% входят на страховые взносы. То есть, соответственно, это очень редуцирует нашу заработную плату. То есть еще там будет 13% налог на заработную плату. Вот ты посчитайте, сколько получается зарплата. И вот они случайно, все академики встали и сказали, ну, как же так, полтора миллиона, это будет 4 человека. Насколько это и с такими большими отчислениями налогами, ну, это практически, ну, не может обеспечивать нормальное функционирование вот научного работника, чтобы создавать там квалифицированный, вот этот фундаментальный научный труд. Это первый момент. И эти деньги, они не могут сдвинуться никуда. В следующий момент есть такой пункт, как оплата научно-эстетических работ сторонних организаций, на которые можно перечислить не более 15 проектов. Это совершенно необязательная графа, но часто бывает так, что, например, вот провести широкомасштабное социологическое исследование по всей стране. Ну, если, например, нет базы по стране, кому можно обратиться, а надо проводить интервью face-to-face, а есть организации, у которой предоставляют такие услуги, ну, например, ФОМ, ФЦИОМ, Институт Шериги и так далее, можно с ними заключить договор, ну, например, если у нас полтора миллиона денег, сколько это получается, 200 тысяч рублей, или там 250, для проведения такого исследования. Но, конечно, такое исследование за 200 тысяч рублей сделать невозможно, но, может быть, есть какие-то иные возможности обратиться, например, в какую-то контору сделать картографию. Да, это вот как раз можно в 150 тысяч уложиться, ну, какую-то политическую или социологическую картографию конфликта. Или, например, обратиться в юридическую организацию, чтобы сделали анализ, например, юридической практики. Ну, для кого что нужно. Или мониторинг соцсетей. Тогда можно эти 15% отдать на стороннюю организацию. Это зафиксировано. Это на что можно тратить. Следующий момент, на что можно тратить, это приобретать компьютеры, там, компьютеры, МФУ, там, столы и стулья. Но только в том... Можно. Но только в том случае, если это будет четко обосновано, что все эти столы, стулья и компьютеры предназначены исключительно для выполнения именно данного гранта и не будут использоваться для выполнения повседневной работы или государственного задания научного учреждения. Это я вот сейчас не вредничаю, это я процитировала то, что написано, и то, что в памятке эксперта, и то, что написано, вывешено для публичного доступа на сайте РНФ. Поэтому, если вам нужен компьютер, ну, просто пишите, что вот вы берете новых сотрудников, и поэтому вы хотите купить там компьютер для того, чтобы новые сотрудники или там молодые сотрудники у них нету, могли на них выполнять расходы. Также расходы на приобретение комплектующих. Это, я так понимаю, склянки всякие, но какие-то комплектующие могут быть у нас, там покупка дискет, картриджев и так далее. Но часто говорят, что можно это включить и в накладные расходы организации. Иные расходы для цели выполнения проекта, они каждый раз обосновываются, обосновываются по ад-хок, ну, в каждом специальном случае. Но, честно говоря, я очень редко встречала какие-то иные расходы. Это уж если какие-то очень там специфические моменты, связанные со зданием лаборатории или еще с чем-то. Но, честно говоря, если идет финансирование в полтора миллиона, ну, достаточно сложно там придумать какие-то, ну, опять-таки, вы это можете записать, но тогда произойдет снижение заработной платы. Вопрос о перераспределении денег между статьями расходов. Это вопрос особый, и зачастую вы можете их перераспределять в пределах какой-то, в какой-то процентной сумме, и невозможно их перераспределить на заработную плату. Поэтому в каждом, если вы захотите перераспределить смету деньгами, надо будет письменно обращаться руководителю организации, к сожалению, не в нашу бухгалтерию, которая всегда подскажет, а непосредственно в фонд и получать разрешение. При этом эта форма, она в такой табличке, а внизу надо будет четко расписать. Вот вознаграждение членов научного коллектива. Вы, например, ставите миллион рублей, из них руководитель коллектива столько-то процентов, а еще лучше в деньгах, или там, например, 500 тысяч рублей, исполнители столько-то процентов, 500 тысяч рублей, из них молодые ученые столько-то тысяч рублей и так далее. Если вы заключаете договор с научно-исследовательской организацией, ну, например, на проведение социологического исследования, вы пишете договор с ФЦИОМом на проведение социологического исследования по всероссийской выборке в первом квартале 21 или 22 года, стоимость столько-то. То есть это расшифровка, или там, покупка компьютера, покупка одного компьютера, там, ноутбук, такой-то фирмы, такой-то марки, ну, можно там не детально, но чтобы это все было прописано. Тогда это, опять же повторюсь, это смета примерная. Не надо расписывать там все до копеечки, высчитывая налоги. Но основные цифры там должны быть занесены. Я вот забегаю вперед, сразу хочу сказать, что предлагаемая смета, правильно составленная, которая, когда эксперт смотрит, он понимает, что да, вот коллеги подают грант, они прекрасно понимают, на что они будут расходовать денежки. Это очень большой процент успеха прохождения. Надо добывать, знаете, вот прекрасный грант составили, а смета, ну, например, почти все деньги уехать на конференцию, там, ну, я не знаю, в Код-де-Вуар. А сам, очень интересная конференция, а сама заявка, например, посвящена, ну, я не знаю, там, революции, февральской революции 17-го года. Ну, вот, я понимаю, что я сейчас это до абсурда довожу, но, опять же, повторюсь, что вот подобная, вот такая смета, она, конечно, сразу создает благоприятные впечатления, и сразу понятно, что действительно проект не в последний момент записан, а действительно будет реализован и будет иметь большие какие-то возможные результаты. И последний слайд, это я вам вот только что поменялась, рассказала. И последний слайд, это вот это сайт РНФ, и сейчас все заявки пойдут только через информационно-аналитическую систему, вот по этому адресу, поэтому там надо зарегистрироваться. Коллеги, пока я вот сейчас поменяю презентацию, если у вас есть какие-то вопросы, вот по таким самым общим моментам, я с удовольствием отвечу. Если нет, я готова сейчас открыть другую презентацию. Мария Мироновна. Да. А может, вопрос? Вот если смогу ответить, с большим удовольствием. Да, вопрос короткий по поводу электронных подписей, которые были уже оформлены до этого, но в период самоизоляции от коронавируса и привозились туда. Сейчас они действуют или нужно заново будет проходить эту процедуру? Вить, еще раз. Виктор Анатолий. Можно Вика, да. Да, Виктор. Это очень правильный вопрос, только мы эти подписи оформляли каждый с РФФИ. Сейчас мы будем вступать в правовые взаимоотношения с РНФ. Вопрос с электронной подписью нашей не стоит. Там стоит соглашение, как я сказала, о признании простой электронной подписи с организацией. Поэтому, если у нас есть в организации простая электронная подпись, у нас есть соглашение с РНФ, тогда все будет звучать. Не надо будет ввести вот эту вот заявку не сейчас. А она есть? Я не знаю, это надо спросить. Ну, было бы, оформлял же Петр Докукин, он же ставил свою электронную подпись с РНФ, наверное, должна быть, у нас же есть гранты с РНФ. Коллеги, вот сейчас видно информационно-аналитическую систему? Да, видно. Вот смотрите, если вот больше нет, вот по этим таким вот основным сюжетам, но они такие грустные, вы уж меня извините, я вам хотела что-то хорошее сказать, но по большому счету в этом ничего такого нет. Вот смотрите, вот это информационно-аналитическая система. Я думаю, вы все там 10 раз уже были и знаете лучше меня. Вот я сейчас, во-первых, вам надо, во-первых, кто первый зарегистрировался, надо зайти в анкету, заполнить здесь все про себя, все сведения, и так далее. Обязательно. Вот у нас заявки. Давайте я вам открою сейчас заявку, чтобы быть очень корректной, чтобы заявки участника, и я вам даже открою одну заявку, которую, к сожалению, вот когда квоты убрали, а эта заявка стояла номером раз. Вот смотрите, заявка вот так вот выглядит. Самое главное заполнение формы. Первая форма – это сведения о проекте, которые включают в себя названия, направления, в общем-то самые-самые простые и самые такие, как это сказать, ну, как бы нам кажется, очевидные положения. Но зачастую эксперт прежде всего смотрит именно сведения о проекте, для того, чтобы сразу составить первые впечатления. И если в РФФИ это была достаточно небольшая аннотация с ключевыми словами, то в РНФ это, конечно, уже такая достаточно серьезная работа. Ну, во-первых, в РНФ, в РФФИ мы просто выбирали направление стратегии, там, например, противодействие терроризму, да, или возможность эффективному ответу. И обосновывать ничего не надо было. В РФФРНФ, вот вы видите, должно быть большое обоснование этого проекта, то есть почему предлагаемая вам тематика, ну, например, вот исследование нематериальных факторов социальной реальности, оно поможет как-то отвечать на большие вызовы. Дальше, ключевые слова обязательны на английском языке. Анотация проекта. Анотация проекта в РФФИ, вы знаете, мы сталкивались с аннотациями на три фразы, и такие проекты были поддержаны, потому что действительно они были очень интересны и очень серьезны. Однако в РНФ такого не любят. Оно любит аннотацию очень серьезную, в которой было бы отражено и теоретическая, и прикладная составляющая, и все еще было переведено на английский язык. Кроме того, в вот этом описании проекта, того, что не было в РФФИ, закладываются уже ожидаемые результаты. То есть ожидаемые результаты должны быть структурированы по двум позициям. Первым – это результат, как будет приращиваться знание, то есть теоретический результат, что он даст. Во-вторых, какие из него можно извести прикладные сюжеты. И третий – конкретно написать, в каких журналах вы собираетесь опубликовать ваших три веб-скопусов, собираетесь ли это введрить в образовательный процесс. Если да, то это будут защиты, например, магистрских диссертаций, или аскандидатских диссертаций, или создание в Туисе какой-нибудь электронной базы, и так далее. И это также переводится на английский язык. Следующий момент – это планируемый научный коллектив. Вот смотрите, вот здесь, например, ну это просто был на очень большой конкурс, на еще одну лабораторию мирового уровня. 26 исполнителей проектов, включая руководителя. 26. Из них половина возрасте до 39 лет, из них кто там, аспиранты, студенты и так далее. Это обязательные позиции, которые вы должны расписать. И дальше планируемый состав всех, включая сколько лет, где родился, где женился, что из себя представляют и так далее. Это все в первую часть. А планируемый объем финансирования, если вы, например, на два года, то вы пишете и на два года, что вы хотите. В первый год полтора миллиона, во второй год полтора миллиона. Или в первый год миллион, во второй полтора. Ну, как бы вот так. Дальше. Сколько весь научный коллектив опубликует в ходе реализации всего статей. Ну, например, вы пишете всего 10 статей, из них обязательные три в скопусе и веб-офф-сайенсе. Но, опять же, повторюсь, это никто вас... Ну, это вот как вы сами определите. Минимум сейчас требования – это три скопуса и веб-офф-сайенса. Дальше. В каких базах данных, приблизительно в каких изданиях, какие вы хотите монографии, может быть, описать и так далее. Дальше. И дальше небольшой крошечный, крошечный научный задел. Маленькая фраза – это сколько? На момент подачи есть научного задела у научного проекта. Ну, там будет оговорено, за какой год. По-моему, за пять лет. Например, если два человека, ну, у них, например, 25 публикаций. Из них столько-то в скопусах и веб-офф-сайенсах. И так далее. То есть это все, вот видите, и дальше идет расписывание. Ну, здесь просто немного другие параметры были. И где будут использоваться результаты проекта, что хочет руководитель проекта. Вот это все должно быть расписано. Посмотрите, это уже практически вся заявка, которую мы раньше поддавали в РФФИ. А это только форма номер один. Ну, это немного другой проект, но они и не меняются. Дальше идут сведения о руководителе и основных исполнителям проекта. Давайте я. Вот они. Ну, это, в принципе, ничего страшного нету. Надо туда все занести. Извините, это я вам даже не буду показывать. Вы лучше меня знаете. Это практически все сопоставимо с РФФИ, только немножко с другой стороны. Дальше сведения организации, которые генерируются во многом автоматически. Дальше вот содержание проекта. Содержание проекта, которое… оценивается экспертами А. По новизне, Б. По значимости и результатам, С. По проработанности, Д. По реализуемости. И, может быть, еще один, я вам скажу, момент. Он, с одной стороны, формальный, с другой стороны, не очень формальный. Ну, например, нам кажется, что проходят проекты те, которые, которые, ну, как бы находятся в мейнстриме моды, да, научные моды. Или проходят проекты те, которые вот принадлежат только, например, нашей школе, и нам кажется, они безумно интересными. Очень часто вот молодым ученым кажется, что вот они занимаются какой-то проблемой, и все, это самая интересная тема на свете, которая только может быть, самая актуальная и так далее. И вот здесь есть две ловушки. С одной стороны, нам кажется, что вот наша безумно интересная тема, нашей научной школы, она должна интересовать всех, но оказывается, что не так. Эта проблема, будь какой бы она оригинальной ни была, все-таки должна вписываться в предметное пространство в той или иной ныне, востребованной современностью. И это совершенно не пересекается с модой. Вот сейчас очень модна Арктика, да. Это не значит, что все проекты, поданные по Арктике, будут поддержаны. Конечно, будет поддержан один-два самых, наверное, таких серьезных, самых фундаментальных. А все начинают, думают, вот все, нет, вот это модно, я сейчас буду писать по Арктике, а я в жизни про нее не писал. Мы часто сталкивались вот в своей экспертной деятельности с такими заявками. Например, экономисты открыли для себя, что есть такое интересное направление, как русский мир. Или и написали заявку по русскому миру. Ну, к сожалению, к сожалению, это, наверное, очень известные экономисты. И если бы они подали заявку по своей собственной тематике, она бы, несомненно, прошла. Они подали по русскому миру, которым, к сожалению, ну, с таким же успехом можно было подать заявку по ядерной физике. Или, например, вот конкурс был объявлен «Теология». Мы получили огромное количество заявки по конкурсу «Теология». Почему-то все стали сразу специалистами по теологии, государственно-конфессиональным отношениям и так далее. И в результате, конечно, вот произошла ситуация, когда очень известные ученые, но зайдя в область не очень для них как бы близкую, только впервые открытые, ну, не смогли получить поддержку, ну, просто потому, что не смогли представить конкурентно способные доклады. Или вот молодежь, когда думает, ой, вот классно, я вот занимаюсь этой проблемой, она самая актуальная. Ну, к сожалению, это достаточно субъективное впечатление, да, и поэтому тоже надо все-таки, когда вот мы выбираем тематику для заявки, это, кстати, 50% успеха тематики для заявки, для того, чтобы соблюсти вот этот баланс того, в чем научная школа сильна, и, в общем-то, тех исследований и того предметного пространства, которые сегодня, ну, не то что модные, но которые являются актуальными и в котором есть потенциал вот эвристики приращения нового знания. Собственно, не очень сложно, и вы все лучше меня знаете, у всех есть большой опыт победы в грантов, но я хочу сказать, что на это обращают очень пристальное внимание. И отсюда вытекает следующий момент. Очень пристальное внимание в связи с формулировкой тематики обращают внимание на фигуры руководителя проекта, который, в общем-то, должен быть специалистом в этой тематике, а не просто быть, ну, известным человеком. И второй момент очень важный, мы про него забываем, как бы, знаете, левой ногой пишем, а он, мне кажется, дает где-то до 30% успехов. Это научный задел, который мы имеем. С одной стороны, мы очень скромничаем и не показываем, что мы имеем, а с другой стороны, иногда запихиваем туда вот все, что не по пути, все, что есть, то туда запихали, или что-нибудь там столетней давности. Вот опять же надо найти золотую середину. Обязательно показывать все публикации. Обязательно показывать организованные конференции. Обязательно показывать стажировки. Обязательно показывать образовательную деятельность. Обязательно показывать, вот если есть медийный резонанс этого исследования. Вот обязательно показывать подготовку кадров высших, ну, аспирантов или докторантов. То есть как бы вот это все в совокупности, знаете, дает очень большой плюс и очень большой вклад в копилку возможного успеха. Ну это я так немножко отвлеклась, просто на это, мне кажется, вот это очень надо. Ну вот дальше, вот само тело проекта. Само тело проекта, оно, конечно, гораздо больше, чем мы подавали в РФФИ. Если заявку в РФФИ можно было написать там за 2-3 дня, я имею в виду уже оформить вот саму уже для ввода в систему, то, конечно, в РНФ это сделать невозможно. Во-первых, больше подпунктов, они должны быть более развернутыми, включать в себя большее количество знаков и практически все дублироваться на английском языке. Это научный проект, проблема, на которой направлен проект, не просто написать там исследование Арктики, а вписать в более широкое полотно, как теоретическое, так и практическое, и показать, какие, вот почему эта научная проблема вот такая востребованная для теории, для России, для практики, для органов там, принимающих решения. Кроме этого, вот вы не только научную проблему описали, надо описать научную значимость и актуальность решения. То есть, в чем значимость теоретическая, в чем значимость прикладная, почему, чем это отличается от других исследований, которые уже были, что вносится, как вообще, почему эта обозначенная проблема, она актуальна для решения. В принципе, я вам говорю обыденные вещи, но вот это все должно быть, там минимум 2-3 страницы надо написать, и не общими словами, актуальность исследования состоит в ее востребованности, а для того, чтобы там было понятно, в чем же все-таки будет состоять этот проект. Тоже перевести на английский язык. Дальше конкретизировать, как одна большая научная актуальная программа, она конкретизируется в задачах, то есть, какие задачи вы хотите решить на этом. При этом, может быть, когда вот, например, пишут перечислением, там, собрать литературу, изучить сдвиги в теории, рассмотреть, там, внесенные поправки в динамике, вот 1, 2, 3, 4, 5, это, к сожалению, нам кажется, это более структурировано, но для эксперта это действует немножечко так, ну, не в самую лучшую сторону, все-таки лучше концептуально, лучше писать концептуальные задачи. Дальше научная новизна. Вы знаете, научная новизна очень часто пишут как в задачах. Вот этот проект будет новым, потому что никто больше этим не занимался. Новизна будет состоять, что будут введены новые данные. Новизна будет состоять в том, что мы проведем там количественные исследования, получим новые данные. Но, к сожалению, это не совсем новизна, или это, скорее, инструменты новизны. Надо постараться в сопряжении с задачами, вот, показать новизну в результатах. Ну, например, что никто не изучал раньше, что, например, будут изучены какие-то нематериальные факторы, ну, например, политического протеста. И эти нематериальные факторы вы затем можете расписать. Или вы используете определенную методологию, которая вам позволит в этом протесте вычленить ключевые там, например, триггеры мобилизации. Ну, извините, я вот такой пример привожу. Понятно, что в каждой дисциплине он будет свой, но в любом случае это должно быть точно так же концептуально прописано. И чтобы это было понятно. Если писать просто, просто, как бы как практические рекомендации, что это будет новым решением, предложение там, я не знаю, для какой-то управленческой стратегии, это будет новые для управленческих стратегий, это будет немного маловато. Все-таки надо будет написать, в чем будет состоять новизна для того, чтобы сформулировать новые управленческие стратегии. Следующий пункт – это современное состояние. Это пункт ключевой, это 50% успеха. Вот, честное слово, 50% успеха заявки – это вот этот пункт. Он большой, он не меньше пяти страниц должен быть. Это показатель того, показатель того, насколько мы знаем состояние академической дискуссии по данной проблеме. Причем часто пишут там, проблемы, например, общество занимался там Дюйгейм, Парсенс, Иванов, Петров, Сидоров. Проблемы ценностей занимался такие-то, такие-то, такие-то. Проблемы, трансформации ценностей рассмотрены в трудах таких-то, таких-то, таких-то. Это ключевая ошибка, которая тут же нам понижает наши шансы и тут же понижает оценку эксперта. То есть, во-первых, все предлагаемые вами концептуальные схемы или дискуссии, которые существуют, должны быть непосредственно отнесены именно к вашему предмету исследования. Во-вторых, это должны быть не только традиционные, традиционные какие-то положения, от которых никто не отказывается, если вы упомянете, будет очень хорошо, но и современные дискуссии, современные существующие подходы, как в России, так и за рубежом, какие существуют центры, которые исследуют эту проблему, какие существуют проекты, которые имеют, ну, например, по исследованию ценностей можно упомянуть всемирное исследование ценностей Валерстайна, можно европейское социальное исследование по системе Шварца, можно проекты Евробарометр, можно проекты Pure Research Center, но это действительно конкуренты, мы пользуемся ими данными, но при этом, при этом надо показать, какие существуют и в России, по той же проблематике, например, это исследуют в Овциоме, их исследуют в ММОРАН, их исследуют в Институте Европы, их исследуют в РАНХИКС, их исследуют там в РУДЭНе и так далее, и приводить обязательно ссылки на сайты, название исследования, название книг и статей, на которых вы ссылаетесь, со ссылками в интернете, и чем более новые и свежие будут статьи, как бы то показано, что вы разбираетесь в современной дискуссии, тем больше шансов на поддержку вашей заявки. Когда в научной разработанности тематики, там на полстранички, а все книжки и статьи 13, 14, 10 года, ну вот это, к сожалению, сразу показатель того, что люди отнеслись очень несерьезно или, в общем-то, сделали это левой ногой, или вот отнеслись, или вот впервые все это видят, и что нашли, то туда и запихали. Повторюсь, это большой показатель. Да, вот мне кажется, даже эта самая сложная часть заявки, но она очень себя, очень себя оправдывает, хорошо сделанная, и в глазах эксперта, и для прохождения экспертизы, и в глазах экспертного совета, который сразу видит, да, эти люди, они специалисты, да, они хоть, может быть, и где-то в сопряженной сфере работают, но они прекрасно разбираются в текущей ситуации и смогут сделать шаг дальше, не изобретать велосипед, не ходить по кругу, а действительно сделать шаг дальше. Вот это тоже очень серьезный момент, но и самое противное, что его тоже надо будет переводить на английский язык, причем, я уж не знаю, Google Translate, не Google Translate, но придется. И следующая часть, которая тоже, мне кажется, это еще 10% успеха, это методология. Методология исследований, мы как люди, вот очень часто пишут заявки, будет исследование, так, подождите, структурно-функциональный, системный, исторический, на какой-нибудь, еще какой-нибудь, сетевой подход, ну, все, и еще каких-нибудь 3-4 слова. Или мы будем опираться на систему, там, культурной социологии Александера, и смотри там-то. Вот это тоже ошибка очень большая, которая сразу настораживает эксперта о том, что, а, либо люди не задумываются, б, либо для них это незначено, либо ц, вообще не знают, что это такое. Поэтому очень советую, так же, как и в диссертационной работе, показывать, с помощью каких методов будет что исследовано или что предложено, например, концептуальное там понимание будет исходить из того-то, того-то. Такой-то задача будет решена с помощью такого-то метода. Или, например, теоретическая рамка исследований выступит, ну, например, мир системы и подход Валернстайна, когда периферия будет рассмотрена это, центр будет рассмотрен это, и, соответственно, такие-то, такие-то моменты будут рассмотрены в этой концептуальной рамке. Методика может быть. Если вы предполагаете эмпирическое исследование, вы так и должны писать, что, например, вот видите, тут предлагалось большое социологическое исследование, количественные, а также и качественные даты, методом фокус-групп, метод экспертных оценок. И, соответственно, вы расписываете. Если вы, например, исследуете протестную активность молодежи, вы хотите там онлайн-анкету запустить, соответственно, вы предлагаете, это будет метод онлайн-анкетирования, там, например, доверительная погрешность ноль, наверное, будет, если это онлайн. Вы хотите опросить там 500 человек, например, студентов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Вологды, будет составлено, ну, то есть, все вопросы будут закрыты, или там может быть один-два открытых, или и так далее. Экспертный опрос, например, n равно 10. Вы хотите опросить 10 экспертов методом глубинного, структурированного, не структурированного интервью. В эксперты вы приглашаете, ну, например, ученых, специалистов по работе с молодежью, представителей органов власти, журналистов. Ну, как-то так, да? То есть, чтобы вся вот эта методика также была расписана. Если вы хотите применять математические методы анализа, ну, например, мы применяли методы статистического, математического анализа, Bag of Word, вот мешок слов, который очень нам только помог, вот, например, такой определенный вид статистического анализа языка, то вы тоже его предлагаете, где можно посмотреть о методике. Или если вы используете дискурс анализа мониторинг медиа, то есть вы пишете, что мониторинг медиа будет использован, например, с помощью программы медиалогия по таким-то, таким-то ключевым параметрам и так далее. Если вы используете статистические данные, надо отразить, что для, например, использования и в демографической ситуации мы будем обращаться к статистике Росстата или еще кого-то и будем смотреть в динамике, ну или там не в динамике, или будем сравнивать еще с чем-то и так далее. Чем лучше будет прописана эмпирическая база, если вы ее будете использовать, ну если это, конечно, не сугубо фундаментальный проект, да, такой умозрительный, то гораздо будет лучше. Вот, например, последний проект по общественно-политическим наукам, а там, извините, было 600 миллионов рублей на него было выделено, не маленький, мягко говоря, очень даже большой, это был целевой конкурс, прямо там было четко написано наличие эмпирического исследования и наличие методики, методологии и методики эмпирического исследования и применимости результатов. Это был ключевой критерий оценки. И затем план работы. От того, как составлен план работы по гранту, это давайте еще 10% или 5% залога успеха. Если просто написать в 2021 году мы собираем материал, в 2022 году пишем статьи, ну, считайте, на этом все и заканчивается. Это оценка ноль и практически все эксперты говорят, ну, они сами, ну, типа, так дело не пойдет. Сейчас настолько высокая конкуренция, что проект должен быть, конечно, более расписанным. По большому счету есть два возможности, вернее, надо бы совместить два варианта вот этого плана, плана осуществления работ. Во-первых, это по периодам, сочленить периоды временные с этапами и с, третьей, это с исполнителями. Ну, например, первая половина года, в первую половину, там, например, там, 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 май-июнь, там, или там, январь-май 2021 года сбор, анализ, интерпретация теоретической литературы. Соответственно, в нем мы, происходит концептуализация, основная концептуализация, там, основ работы. Ну, вот что-то такое написать этап, и кто этим будет заниматься? Иванов, Петров, да, и так далее. Одновременно, в этот же момент, вы там инструментарии социсследования разрабатываете. Значит, разработка, гайда, интервью, или, там, Иванов и Петров. Вот для того, чтобы все эти плановые работы расписать и по людям, и по этапам, и по времени. И сюда же обязательно, чтобы быть, были ожидаемые конкретные, конкретные результаты. вы сразу должны расписать на первый год и на второй год, включая и так далее. И все это тоже переводится неизвестно на какой язык. Прежде всего, на английский. Это тоже колоссальный труд. Дальше. Информация о новациях, которые будут планироваться. Вот это, то, о чем я, это тоже очень серьезный момент. Для того, чтобы посмотрели, вот, например, вы пишете, вот здесь у нас заявки было, ну, она, я могу сейчас вам ее показать. У нас была заявка, посмотрите, планируемые, слушайте, а где это? Планируемые результаты. Разработка обоснования типовой методики, построение системы показателей и индикаторов, разработка социальных индексов, определение ключевых аттракторов общественного внимания, подготовка рекомендаций для федеральных, зачем и о чем, ну, и, соответственно, презентации, ведения и обнародования полученных данных. Ну, вот, таким образом, можно, надо тоже показывать в конце, о чем вот мы, в каком виде будут представлены те результаты, которых концептуально мы заявили в самом начале. Ну, и то, о чем я бы говорила, вот это очень нужная часть имеющейся научной заделу коллектива по проекту. Тут стесняться не надо, но и перебарщивать тоже не надо, а, в общем-то, объективно показать все есть. Вы знаете, мы подавали один проект, и я часто вижу, когда продают люди проекты, и это люди очень известные, они очень много делают, но они очень мало показывают в научном заделе, они просто стесняются показать, говорят, а вдруг это не то, а вдруг это не подойдет, вот, ну, а что такого мы сделали? Очень жаль, потому что бывают, подают проекты, проекты пустые, но люди про себя такого напишут, такое научное задело у них, что вот надо только зарыдать и дать им медали или Нобелевскую премию. Поэтому ни в коем, вот надо, ни в коем мере не стесняйтесь того, что вы сделали, я уверена, что у всех огромный наработанный материал, и мы, и более того, я хочу сказать, что РДН очень конкурентно способен вот на этом, в этом соревновании за гранты нашей гуманитарной науки в первую очередь. Перечень оборудования, материалов, вы знаете, мы раньше писали так в РФФИ, да, у нас все есть. РНФ, пиш, просит чуть-чуть это детализировать, какие есть компьютеры, какие там программы установлены, в принципе, можно обойтись самым минимальным народным набором того, что вам нужно для осуществления проекта. Ну, это дальше еще раз план работы на первый год, ну, наверное, все на этом и заканчивается, и потом мы только запрашиваем финансирование, там дальше всякая мелочь, и вот это то, о чем мы с вами говорили, о расписывании, расписывании расходов, смета везде одинаковая, вот вы ее представляете в тысячах рублей, а затем просто расшифровываете кому, что куда, в деньгах и в количествах. Это вот последняя заявка, последняя, последняя форма из заявки, и мне кажется, что в принципе ничего страшного нету. Для того, чтобы подать эту заявку, я абсолютно уверена, что у нас есть все возможности просто выигрывать во всех конкурсах. Вот, коллеги, если вы хотите еще что-то спросить, если я вас не утомила, извините, может быть, я очень много сказала, но я готова ответить на любые вопросы. Марина Бурановна, вопрос, да? Да, конечно, только я не вижу, кто, но я сюда отпустим. Сергей Анатольевич. Конечно. Да, здравствуйте. Спасибо большое. Очень хорошо вы все пояснили. Вы знаете, я вот оформляю, сейчас вставляю туда вот информацию в эти формы. Вот, например, у меня английские слова, вот ключевые слова не сохраняются. Вот технический сбой какой-то у них или что? Я уже много раз... Да, это может быть техни... Либо они хотят их копировать, если вы их копируете, вставляете, это одно, если вы их забиваете своими руками, это другое. Да, попробуйте. А то, что у них технические кайкосики, это, конечно, тоже да. Если такое повторится, вы им сразу пишите в техподдержку. Еще, знаете, вот вы сказали переводить на английский, но там не указано, что нужно переводить вот эти все формы. Там не все, там должно быть внизу указано, какие формы надо перевести, там должно быть внизу перевод на английский. Там вот, где у них сейчас, вот там где перевод на английский, они вверху пишут. Ну да. Ну, это только вот аннотацию нужно переводить и основное содержание или как-то там, вот в первой форме, а больше он не указывает. Ну, и слава богу, я вам показала самую большую заявку, самую страшную. И если они брали этот перевод на английский... То есть они сейчас изменили что-то, да? Ну, они пишут так, перевод на английский там, где это указано. Еще вот вопросик. А вот в этом содержании оно, по-моему, немножко отличается вот в этом году, чем то, что вы вот показывали. Я показала другой конкурс немножко. Потому что, чтобы мне показать этот конкурс, мне надо создать заявку, а у меня нет заявки. Там вот, знаете, повторы идут. Ну, вот с моей точки зрения. Например, конкретные, так сказать, по годам результаты работы, планы повторяются в разных формах несколько раз. Ну, в этой заявке, которую я показывала, тоже их надо по 10 раз одно и то же заполнить. Одно и то же, это не страшно, да? Нет, ну, так немножко разными словами. Я вам показала, что они тоже там повторялись везде. Понятно. Спасибо большое. Конечно. Не за что. Коллеги, вот на что хотите, мы готовы. Вот что знаю, с удовольствием на все отвечу. Мария Мирановна, а можно вот еще тогда задам вопрос? Думаю, коллеги... Если смогу, конечно, да. Именно касается сметы. А как вот обосновывать накладные расходы, которые уходят на РУДН? Накладные расходы вы пишете 10% и пишете согласно нормативным актам, которые существуют в РУДН, приказ такой-то, такой-то, такой-то. При этом, при разъяснении, они дают при разъяснении... Вы знаете, я даже себе бумажку распечатала. Они, знаете, пишут, что вот, например, оплата... Ну, это я, извините, не распечатала. Ну, например, накладные расходы меньше 10%. Это пишется согласно нормативным актам, существующим в РУДН, приказ такой-то, номер такой-то и так далее. Однако, они говорят, вот, например, если вы хотите покупать картриджи или пачки бумаги, это целесообразнее включить в накладные расходы в эти 10%. Если вы хотите там оплатить работу там бухгалтера или плановых, это все туда. Да, и еще там мобильная связь. Многие, например, детализируют мобильную связь. Это все, пожалуйста, в накладные расходы, чтобы... Так что, если вы хотите туда, то вы из этих 10% тогда заберете на картриджи, на бумагу, на мобильную связь. Не очень уверена, что РУДН с этим согласится. Понятно, спасибо. А вот остальные по закплате. То есть мы здесь просто прописываем, что сколько уйдет на руководителя в деньгах, сколько уйдет на... Но потом, смотрите, я вот вам сейчас показывала, сейчас давайте я вернусь сюда. Вот смотрите, расшифровка. Вот смотрите, зарплата. Вот сумма вознаграждения руководителя, сумма вознаграждения основных... Вот видите, да, основных исполнителей проекта и сумма иных исполнительных проектов, включая членов научного коллектива в возрасте до 39 лет. Просто это проект, где были руководители, основные руководители и другие. У нас сейчас проект, где только руководитель и исполнители. Значит, будет там 100 тысяч сумма вознаграждения руководителя, 100 тысяч сумма вознаграждения исполнителей проекта. Все. И точно так же это заносится вот здесь вот в табличку. Вопрос именно в том, а вот обосновывать, почему 100 тысяч на руководителя? Это обосновывать не надо. Ясно. Надо только соблюдать пропорцию 35% от зарплаты на, господи, на исполнителей моложе 39 лет. Хорошо, спасибо. Может быть, еще у коллег какие вопросы появятся? Да, 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 у меня есть такой вопрос. Слышите меня? У меня вот два вопроса на самом деле. Яна Александровна? Да, яна Александровна. Здравствуйте. Это университет иностранных языков. Очень приятно. Постараюсь. Да, большое вам спасибо. Я бы хотела уточнить два вопроса. Первое. То есть, когда вот я сейчас зарегистрировалась в этой системе, я должна еще письменно подтвердить себя, да, как и с РФФИ было. Да. То есть, отправить туда бумагу, что я пока... Вы знаете, вот тут я вам могу... Вы прочитаете там, по-моему, да. Я прочитала, но я не поняла, поэтому спрашиваю. Если там не написано, то не надо. А если написано, то надо. Я вот тут вот, извините, не смогу ответить. Я в РНФ зарегистрирована с 2014 года, и я, честно говоря, даже не знаю сейчас. И извините, а я это не подумала, что это был вопрос. Спасибо. Я пыталась узнать это, и как-то никто не смог ответить вот из нашего научного отдела. Если хотите, я узнаю, я вам отвечу. Просто я немножко... Очень хорошо. Спасибо вам большое. Я вам отвечу тогда. Я просто технические моменты не подумала про них, извините. Спасибо. И еще такой вопрос. Вот если, допустим, у нас три члена научного коллектива, как это с молодежью там быть? То есть, один старый, два до 39, или два старых, а один молодой? А-а-а, боюсь, что один взрослый, два молодых, не меньше 50%. Да, вот не меньше 50%. Значит, два молодых, да, полтора землекопа. Да, полтора землекопа. Значит, поняла, два юных надо брать. И третий вопрос, это, опять же, по финансированию. То есть, фактически, вот из того, что я увидела, получается, что мы выводим все деньги на зарплату, институту, то есть, Рудену, и все, да? То есть, потому что мы больше ничего не можем оплатить официально, командировки и так далее. Командировки можете. Вы видите, иные расходы. Да, иные. Вот сюда вы можете запихивать командировку. Вот сюда. То есть, иные я могу ставить командировки, но там плюс-минус 10%, как было в РНФ потом, да? Да, плюс-минус, но... Ой, а вы уверены? Ну, вы посчитаете, что... В том-то и дело, что не уверены. Вот это-то, и самое главное, что не уверены. И я про то же. Во-первых, А надо посчитать, насколько вам будет выгоднее зарплаты заплатить или командировки, ну, как бы, деньги на командировки. На что они дают? На билет, наверное, на проживание, на страховку. И то не факт. На... Какие-то суточные, наверное, должны давать что-то. Уверены? Ну, вот РФФИ-то давал суточные. Там мы как-то... А, нет, не было, все, извиняюсь. Уверена. Вот поэтому тут я бы уточнила, уточнила. И тогда, если вы ставите на командировку, вы там должны расписать. Столько-то на билет, столько-то на проживание, столько-то на это. А суточные идут, по-моему, личные вознаграждения. Суточные зашущие зарплаты там. Личные вознаграждения. Потому что это считается не командировка, а как я понимаю, как-то это выполнение обязанностей вдали, от рода, ну, что-то такое. Да, да, по гранту выполнения обязанностей. Да, 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 что-то такое. Поэтому вы, если хотите, можете туда вот это тоже занести. И, ну, вы только подумайте, очень хорошо. Повторите. Я уже тоже думаю, потому что, получается, с такой страховой, как это называется, с налогом с таким-то, вот тут вообще очень мало что-то. И потом, ну, как, в общем, одной рукой дают, другой, получается, забирать. Я была в гранте РНФ, и, конечно, там от зарплаты оставалось очень мало после 30% и минус 30-13. Да-да-да, копеечки по большому счету. Да, получается, копеечки, да. И вот вы подумайте насчет командировок. Знаете почему? Вот если в РФФА вы можете перераспределить эти деньги? Здесь уже челобитных сколько ты будешь написать? Я понимаю, что если я поставил командировки, ехать, умри, должна туда ехать, да? Я не могу никуда перекинуть эти деньги. Правильно? Только по... Нет, пока нет. Только по письменному письму, господи, извините, по письменному обращению, по письменному обращению руководителя гранта с челобитной. Понятно. Спасибо большое. Большое спасибо. Вы знаете, сейчас вот большая дискуссия же идет. Ну, вопрос же не только в том, что у нас как снег. Ну, речь об объединении давно шла, но объединили так, как снег на голову все-таки. И эти формы различные организационно-правовые. И все-таки, конечно, РФФА был более человечным, ну, извините за такое слово, по отношению к учетам. Более коррект, более лояльным, более подвижным. Очень много регионов грантов уходило. И как-то более спокойно. Ну, не смог человек, не смогли в командировку, можно там перенести на компьютер. Не смогли компьютер, можно на зарплату было перенести. Здесь, конечно, гораздо больше контроль за финансированием, за финансовыми потоками. И, конечно, более, как вам сказать, более через это происходит как бы переструктурирование денежных потоков по определенным областям. Ну, например, химикам, им, конечно, они напишут, что им нужны такие-то колбы, такие-то пробилки, такие-то установки. Они в этом более защищены, чем мы с вами. Конечно. Согласна, согласна. Полностью с вами согласна. Нам, на самом деле, ничего не нужно для исследований, кроме бумаги. Ну, вот, вы знаете, я, например, очень нужны программы, которые сканируют социальные сети, СМИ, медиа. Это дорого. За полтора миллиона их не купишь. Нет, можно доступ купить, например, на 2-3 месяца, это будет где-то в районе 200 тысяч. Но вот вы покупаете эти 200 тысяч. Сейчас у меня вообще вопрос к Александру будет. Это их надо через закупку проводить или нет? Если вот мы через РУДН будем закупать на 200 тысяч, например, программу, это через коммерческое предложение, это через закупку. Я сама боюсь уже. Да, давайте. Если будет закупаться через РУДН, то до 500 тысяч с обоснованием можно покупать у единственного поставщика по 44-му. Вот, слава богу. С высоты 500 тысяч – это только через план закупок. Вот через... Да, надо будет обосновать, почему у единого поставщика. Вот. Вот, видите, это еще РФФИ более-менее, а в РНФ там вообще надо будет каждый копеечек, чтобы сошлась. Понятно, спасибо. Да не за что. Не за что. Может быть, и вот кому-то интересно, я, может быть, подскажу еще, как лучше заявку, вот как вот эксперт смотрит с глазами эксперта на заявку, чтобы ему, ну, как бы, знаете, он оценил больше преимуществ. Может быть, кому-то интересно, я готова сказать. Еще вот, наверное, мне надо... Вот я, наверное, не сказала, или, может быть, вскользь. Очень многое зависит от фигуры руководителя в каком смысле. Не в том, что он какой-то известнейший ученый, там, как Леонардо да Винчи, или кто, а в том, что он, ну, как бы специалист в этой области. Неважно, молодой или взрослый, но то, что он специалист, и то, что вот как бы тематика проекта, она конгруентна направлениям его исследованиям, которые задаются. Я, наверное, про это говорила, я еще разочек скажу про это. Это очень тоже такой важный момент. Вот так вот. Вот так. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Я готова ответить. Коллеги, пожалуйста, задавайте. Да большое спасибо. Просто, если можно, эту презентацию куда-нибудь... Да, конечно, я, Александр, буду запись оставить, потому что там есть моменты, которые я не успела себе зафиксировать, а хотелось бы. Спасибо. Коллеги, я переговорю с Марией Мирановной, если она не против, то мы эту запись выложим на сайте РУДН для того, чтобы наши преподаватели могли ей пользоваться. Ой, да ради... Честно говоря, там все это записано в нормативных документах, конечно. Но опять же повторюсь, вы знаете, я очень удивлена позицией наших академиков гуманитарии, которые не складывают руки, а наоборот очень-очень-очень лоббируют интересы гуманитарного знания. И мы очень-очень-очень надеемся, что благодаря их очень активной позиции, очень активной позиции различных профессиональных организаций, там социологических, политологических, я знаю, там юристы, экономисты подключаются, будет как-то пересмотрено, ну вот пересмотрено, ну как правильнее сказать, отношение не только вот к раздаче грантов именно в социогуманитарном здании, ну вот к количеству поддержанных грантов, вообще отношение, но и к тем критериям, которые должны отвечать руководители и участники коллектива, что вот Тишков и Чубарьян очень хотят, чтобы монографии больше ценили, чтобы RRCI обязательно был, не только вот пять Web of Science и Scope, но и RRCI к ним приравнять, ну и в общем как-то переконфигурировать вот это, пока сейчас нацеленность, в общем-то, и РНФ больше на поддержку таких естественных и точных наук. Ну что, в принципе, понятно для нужд государства, но все-таки. Это тоже, я думаю, это из хорошего. Ну вот, готовы еще что-нибудь ответить, если есть вопросы? Ну если у коллег вопросов нет, Мария Мирановна, еще раз вас благодарим за ваш доклад, спасибо за интересное обучение, вот, тогда всего доброго, коллеги, спасибо всем за внимание. Вам спасибо, коллеги, еще раз извините, я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Так, спасибо вам, если что, вот готовы помочь в любой момент. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Марина Мирановна. До свидания. И пожелания успехов тоже в грантах. Ой, и тебе, деточка. До свидания.